А еще родители казахстанских школьников беспокоятся за здоровье своих детей. Ведь во время онлайн-уроков они вынуждены часами сидеть у мониторов, компьютеров и экранов смартфонов. А это непременно скажется на зрении. Давай теперь, смотри, чуть-чуть отдохну. Давай, глаза. Закрой. Зажим. Вот так вот делаем. Раз, два. Раз, два. Ага. Такую разминку Дана Чернякова со своим сыном делает каждые два часа. Мама ученика четвертого класса говорит, что в день им приходится осваивать новый материал по пяти-шести предметам. После еще нужно выполнять домашнее задание. В итоге ребенок, у которого и до дистанционного обучения были проблемы со зрением, вынужден в течение нескольких часов работать с планшетом, сетует Дана. У нас нет онлайн-уроков. У нас платформа Classroom. Вот так она выглядит, в таком виде. Она очень мелкими буквами написана. Надо постоянно что-то увеличивать. Плюс телефон. То есть, в принципе, постоянно он либо в планшете, либо в телефоне. Согласно нормам, разработанным в Министерстве здравоохранения Казахстана, детям рекомендуется использовать современные устройства не более трех часов в день. Но из-за онлайн-обучения школьники, особенно старших классов, вынуждены сидеть за компьютерами по пять и более часов в сутки. А ведь частое использование гаджетов может привести не только к ухудшению зрения опорно-двигательной системы, но и к нервозам, вплоть до депрессии, констатируют детские врачи. Международная ассоциация педиатров не рекомендует детям до 12 лет использовать гаджеты во второй половине дня. Они рекомендуют использовать гаджеты первой половины дня и то не более получаса. Естественно, то, что у нас сейчас происходит, в рамки рекомендации семейная ассоциация педиатров не входит. Всегда существует риск того, что болезнь может вспыхнуть снова. Если при этом даже дети будут сидеть без обучения и социализации, то все это затормозит выработку всеобщего иммунитета. Но некоторые родители, понимая всю важность принятых мер во время пандемии, просят хотя бы сократить количество уроков и так называемых учебных заданий. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро. Когда нужна честная информация. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАДАСТАВКА